Всем привет! Анатолий Степовой. Сегодня я вам расскажу, что вы получите в конце первого месяца работы с курсом сам себе ортопед. Каждый из вас пришел в разных состояниях стоп. У кого-то так, у кого-то так, у кого-то так. Гарантированно к концу первого месяца вы перестанете опираться на пальцы. Все у кого-то мозоли, натоптыши, бедненькие пальцы гнутся, крючкообразные. Да, они еще не выровняются, но вы перестанете на них опираться. Уйдут первые натоптыши, второе, наверное, уйдет, это вросшие ногти, потому что ноги начнут работать по-другому. И многие из вас в конце этого месяца первого столкнутся с тем, что ноги стали меньше и обувь увеличилась, стала велика. Это вот будет первая точка Б, А, Б, куда вы придете в конце первого месяца. Значит, таких месяцев у нас 6, все не делается сразу, то есть первый месяц вы все будете отвыкать от того, как вы ходили когда-то. То есть у вас появится новый шаг, вы начнете перекатываться с пятки на носок, перестанут отекать ноги, таз перестанет быть кривой. То есть теперь ноги будут не вот так, выше, ниже, а одинаково. Вот это то, что произойдет потихонечку. То есть второй месяц вы столкнетесь с тем, что ноги стали другие, надо их зафиксировать. Мы поговорим о фиксации, то есть точечкой Б, наверное, второго месяца будет то, что каждый из вас задумается, в чем он ходит. И в конце подумает, что все-таки может сменить обувь. Тем более сейчас и погода будет уже ближе к лету, будет переходить на такую более легкую обувь. В конце третьего месяца мы с вами уже столкнемся с тем, что да, ноги уже поменялись, уже исчезло ряд, с чем вы даже обращались, многие забудете. Вы придете к тому, что мы будем рассуждать о том, а как выровнять колени. Это будет самый такой у всех скользкий вопрос, а колени можно выровнять из иксов или нельзя. Вот наш опыт показывает, что если выполнять ряд упражнений, носить определенные фасоны обуви и слушать, что мы говорим в наших уроках, выполнять наши домашние задания, то этот вопрос тоже решаем. Это будет третий месяц. Потом вы все столкнетесь с летом. И мы вам расскажем, что сделать для того, чтобы летом ноги обратно не разъехались и не вернулись в прежнее положение. Вот это будет лето, пережить лето будет. И с осенью мы еще раз соберем ноги, но вы уже к тому моменту будете знать, что у вас уже будут определенные обуви. Вы уже будете иметь обувь для дома, для работы, для улицы. Вот. И мы соберем ноги до конца и уже будем ходить как здоровые люди. То есть уже уйдут проблемы. Многие из вас не дойдут до операционного стола. Многие из вас не заменят суставы коленей, таза. Вот. Так что рад приветствовать. Давайте пройдемся этой дорогой дорогой вместе. У нас есть ребята, которые будут вас сопровождать. Будете им задавать вопросы. Потому что без вопросов никак. И без ответов на эти вопросы тоже никак. То есть вопросы будут, их будет много. У каждого свои нюансы, хотя все кажется одинаковым. И потому сняты ред видео, продуманный ряд упражнений. Все это разбито на уроки. Кто не будет лениться, дойдет до суперрезультатов. Даже те, кто будет лениться, все равно придут к результатам. Потому что то, что мы вам даем, однозначно даст результат. То есть первое, что у вас. Вы больше не будете ходить, как вы ходили вот так. Многие из вас просто перестанут забудут, что такое натертые пальцы, мозоли, натоптыши. И потому приглашаю. Давайте пройдем дорогу вместе. Легких ножек ходить с удовольствием.